Ты такая наглая, мне написали под видео, где я хотела отцапать половину квартирки. Девочки, честно, для меня это комплимент, потому что по своей натуре я скромная, застенчивая, лишнего не скажу, лишнего не попрошу, и я искусственно сделала себя наглой. А чё она такая розовенькая? Чё у неё, давление, что ли, от стыда, что ли, сгорает, или чё? Вот только я прошу не путать нахальность, когда ты прёшься помимо очереди в поликлинике, и наглость, где ты просто выбиваешь своё, где ты ставишь свои условия и говоришь, что со мной так можно, так нельзя, на это я согласна, на это я не согласна. Своё? То есть забирают у мужчины полквартиры, это моё значит, да? Нормальная логика пойдёт, давайте дальше послушаем. Скромные, хорошие девочки, они ходят на работу, часто за копейки, рвут свою спину, зато их никто не обсуждает, потому что их неинтересно обсуждать. Так. А наглым, ярким, достаётся всё просто по щелчку пальца, и не нужно надрываться. Ну, давайте представим гипотетического мужчину, там, с хорошим доходом, и ему встретится скромная девочка, которая ничего не попросит, он лишнего не даст, потому что любой мужчина, вне зависимости от его дохода, хочет сэкономить, конечно же. И такой скромной девочке он будет давать объедки с барского стола, а если ему попадётся наглое, он ей отдаст много чего. Я не пойму, а почему он должен давать тебе даже объедки с барского стола? Я бы тебе не дал даже бы костей после обеда там или ужина, с какого хрена тебе вообще что-то давать? У тебя что, нету рук, ног, иди работай, зарабатывай. Наглая ты, скромная, вообще без разницы, иди работай. Объедки, говорит, а тут побольше даст, слышишь, вообще тебе ничего давать, даже объедков не давать, ты чё? То есть вы понимаете, что даже не сколько от мужчины это зависит, сколько зависит от девушки, как вы себя с ним ведёте. Сейчас мне скажут, Диана, а как же любовь, вот ты вся такая меркантильная. Ну, ребята, для меня любовь это совокупность разных факторов, и деньги они тоже не на последнем месте. О, как! Смотрите, вы же не влюбляетесь там в первого встречного, вы сначала ознакомитесь. Так почему бы на этапе знакомства, пока вы не влюбились ни в кого, не отсеивать мужчин с низким доходом? Вот я отсеиваю всех, кто мне не подходит, потом, кто мне подходит, я оставляю и смотрю, я влюблюсь в человека или не влюблюсь. Ребята, делаем противоположное же такое же действие. Если вам попадаются в начале знакомства вот такие вот, как Диана наша, раз прекрасно, как бы просто их отсеиваете, и всё, и всё будет прекрасно. А наша сама нам подсказывает, что нужно делать, ребят, всё вот супер классно. Я никогда без любви, без чувств ни с кем не начинала отношения. Но я не понимаю, зачем вы знакомитесь там изначально с ребятами, которые вам ничего не могут дать, плюс тащат вас на дно, и потом у них влюбляетесь. Почему бы не выбрать из более перспективных мальчиков? Мальчиков, слушай, как это ничего не могут дать, а волшебный стержень любви, а семя, от которого вы беременете, вы нам ещё приплатить за это должны, как это ничего не дать? Ты чё, вообще что ли попутала? А энергию волшебную мужскую, которым питается из космоса, с Сатурна целого, а Сатурн с кольцом, а это тебе не хухры-мухры, ё-моё. В кого влюбиться? Попрошайка. Такой комментарий я иногда получаю от девушек, которые никогда в жизни своей не получали подарков, и от мужчин с низкой заработной платой, которым нужна женщина только для того, чтобы упростить свою жизнь. Потому что рядом женщины, которая платит 50 на 50, дешевле скидываться на еду и жрать больше, чем она, а скинулись 50 на 50, и, естественно, дешевле снимать квартирку, пополам платить за неё и пополам платить за коммуналку. Я сказал, это мой последний половник супа, он достанется мне. Честно говоря, мне смешно считать такие комментарии, это настолько у людей узкий мозг, я даже не знаю, они, возможно, представляют, что я тут ползаю на коленях, умоляю, пожалуйста, муж, купим ли футболочку новенькую? Новенькую, а то я уже в обносках от них хожу, или я не знаю, как они это всё представляют. То есть, может, представляют, что я там с протянутой рукой прошу, хотя, ну, пофиг, что я постоянно выкладываю видео, где я ищу сотрудников к себе на работу, ну, это такое. Рассказываю, как у меня всё происходит. Представляете, есть мужчина... У неё в ТикТоке сотни тысячи видео, ребят, когда она ещё работает-то успевает, я понять не пойму. Которым нравится радовать своих девушек, своих жён. И когда мы идём за продуктами в торговый центр, мы можем идти, и мне просто мой муж может сказать, пойдём купим тебе что-то новое. То есть, я даже не прошу, из десяти раз, которые мы там сходим на шопинг... Например, губозакаточную машинку, да? Только один или два раза будут по моей инициативе. В основном мне, типа, ничего не надо, вроде бы у меня всё есть, и он так говорит, пойдём купим тебе что-то. Ну, конечно, мне сложно отказаться, поэтому мы идём и покупаем. Конечно. Я даже там новый телефон, я не просила, он просто мне сам говорит, пошли купим тебе новый айфон. Ну, конечно, пошли, зачем мне отказываться от этого? Когда он мне говорит, сдавай на права, купим тебе машину. То есть, да? Странно было бы отказаться от такого. Ребят, мне интересно, вот, сдавай, говорит, на права. Слушайте, для людей, которые покупают там айфоны, машины, как бы, ну, чисто в ежедневном порядке чуть ли не как бы, они что-то материально будут сдавать на права. Ну, мы все живём, как бы, знаем прекрасно, как эти права получаются. Они покупаются там за энную сумму, как бы, их привозят прямо домой, как бы, да, вот, иди, сдавай на права, мы тебе купим машину, ребята. Она же даже не понимает, о чём она говорит, ё-моё. Поэтому, девочки, расширяйте свою картину мира, представляете, может быть такой мужчина, у которого не надо выпрашивать, и с которым, если у вас есть желание, вы можете работать, но никто не будет говорить, что вы должны скинуться 50 на 50. То есть, это может быть только ваша инициатива, то есть, в моей семье это моя инициатива, я могу сказать, давай я что-то куплю, если я такого не сказала, значит, он покупает это автоматически. Автоматически, всё. Ой, ты красненькая моя, инди и индеец, что ли, или хрен его знает. Ребята, всем здорово, саночной связи. А ну-ка, напишите-ка, ребята, уже спрашивал, ну, напишите ещё раз, уточните, нравится ли вам такие длинные обзоры, ребята. Мне кажется, как-то поконструктивнее, как это, вот, побольше информации, там, и можно погутарить побольше на эту тему, да. Ребят, я прекрасно понимаю, что некоторые таким чайчикам верят, ну, их подписчицы, так скажем, подписчицы именно, да. Ребята, я, я, понимаете, у них в норму уже вошло, как бы, а что, говорит, я полквартиры у неё сейчас заберу, как бы, я своё забираю, и всё. Она, знаете, как вот, пришла, допустим, переночевала, там, ночь в квартире, вот, этому, мужчины, я имею в виду, да, как бы, она считает, что эта квартира уже её. Как это, я ж ему писечку, я ему ваджайну дала, как бы, свою, там, энергию космическую, которую матку напитала, как бы, потом ему передала через стержень нефритовый, да. Ты чё, всё, теперь полквартиры мои, вот, всё, ты чё, не смейте меня осуждать, это моё. Вы чё, попутались, что ли, да? Айфончик купил, машинку купил, да это для нас всё так просто вообще, ты чё. Мне вот только одно интересно, ребят, вот, откуда у неё время вести ТикТок? Ребят, там в ТикТоке тысячи роликов её, охренеть, как до хера разные, там, она, там, на всё абсолютно, как бы, ну, ТикТокерша, чисто. И у неё и бизнес свой, и муж богатый, мне интересно, нахрена ей нужен ТикТок? Откуда у неё время вообще? Ну, человек, люди, которые занятые, они другими вещами занимаются, они ТикТоке не ведут. Может быть и ведут, но они не так часто видео публикуют, там, по несколько видео каждый день выходит, ребят. Она тупо занимается ТикТоком, каждыми целыми днями. Почему вот подписчицы их не понимают этого, почему? И верят им, типа, да, вот что, не, понимаете, не слабо там что-нибудь полезное, там, да, вот там, есть действительно, там, допустим, женщины, психологи, там, ну, редко такое попадается, ну, бывает, там, которые что-то полезное рассказывают, да. Ну, смысл в чём, да, это полезное, пускай она занимается ТикТоком, там, Ютубом, будут блогерши, там, психологи же, почему нет, пускай это делает, если она пользу приносит, да. Но она же дичь несёт, и ей верят в этом, в этой дичи. Вот почему, это, знаете, на что указывают? Это указывают на то, что вот у нас определённая каста, категория женщин, ну, то есть, я думаю, костяк прямо, да, они, ну, не слишком дальновидные, так если мягко выражаться, как бы, не слишком они смышлённые, сообразительные. Ну, раз они не могут 2 плюс 2 сопоставить, рассказывают, типа, я тут бизнесмен, не епаться в рот просто, да, как бы, там, бабок просто вообще, ты что там, охренеть, даже людей себе на работу ещё, да. Вот, и целыми днями ведёт тикток, как бы, а когда она бизнесом-то занимается, ё-моё, или что, она 1 минуту в день бизнесу посвящает, ребята, бизнесмены есть у нас на канале, я знаю, что есть. Вы напишите в комментариях, кто занимается бизнесом, сколько на это времени и сил уходит, у вас есть времени тиктоки вести? Я думаю, ну, вряд ли. Ой, ребята, подписывайтесь к нам в закрытый телеграм-чат, ссылочки есть все в описании, ребята, там очень много всего интересного, истории, и мои, и наших ребят, подписчиков. И ответы на вопросы, и много эксклюзивного контента, ребята, ссылочки все есть в описании, в закрытых комментариях. Удачи вам и здоровья!